В Твери на территории крупных природных объектов продолжают свою работу мониторинговые группы. В преддверии массовых субботников специалисты районных администраций определяют, где уборка навалов мусора необходима в первую очередь. Автомобильные покрышки, кресла и прочий мусор появились в Комсомольской роще всего несколько дней назад. Люди здесь пока не гуляют, да и на машине проехать сложно. Но это не помешало кому-то организовать в лесном массиве вот такую свалку. Вручную ее не убрать. Пришлось использовать спецтехнику. Мы начинаем контролировать места, где могут складироваться несанкционированный мусор. Для этого мы выезжаем оперативной группой и проверяем эти места. Вот в результате одного выезда были обнаружены свалка автозапчастей различного уровня. Накануне массовых субботников основные места отдыха в районах города делят на сектора. Для последующей уборки. Как, например, здесь, в Бабачевской роще. И уже вот сейчас мы планируем, какие у нас сюда организации, предприятия выйдут, сколько народу здесь будет участвовать. Что самое приятное, выходят просто жители ближайших домов. И еще приятнее то, что они приходят не одни, а, как правило, приводят свое уже молодое поколение. Детишек, начиная с четырех лет. В Бабачевской роще в ходе подготовки к предстоящему сезону фиксируют не только наличие навалов мусора, но и проверяют состояние оборудования. Здесь у нас деревянные элементы. Да, и смотрите, вот есть нарушения. Все это мы будем менять. Здесь также все должны быть пластмассовые заглушки стоять. В последние несколько лет изменилось отношение самих граждан к Бабачевской роще, говорит член общественной палаты Тверской области и жительница микрорайона Чайка Ольга Бокова. Здесь стало намного чище. Очень часто мы наблюдаем здесь таких обитателей, как совы и филины. В том году ходили, любовались белками, которые живут с той стороны, ближе к санаторию. А в этом году мы даже наблюдали зайца. Бабачевская роща – не единственный лесной массив в Московском районе. Березовая роща в поселке Химинститута – еще один объект, который регулярно попадает в перечень территорий проведения массовых субботников. Здесь к весне скапливается огромное количество мусора. В парке надо ходить, гулять, наслаждаться этой природой. И не надо здесь мусорить. Ну а раз мы не можем выйти на уровень, что не надо мусорить, он все-таки еще присутствует, значит мы же должны приучить себя убирать за собой этот мусор. Уже в эту субботу, 10 апреля, в городе стартует масштабная уборка. На расчистку от мусора зеленых зон, набережных и улиц выйдут учащиеся, служащие муниципальных предприятий и организаций. А жителям города рекомендовано заняться наведением порядка в собственных дворах.